Уважаемые дамы и господа, спасибо большое за то, что вы сегодня собрались здесь с нами. Мы бесконечно рады тому, что нас пригласил сюда международный меморит. Наш номер, как вы, наверное, знаете, посвящен событиям прошлого года, которые произошли в Украине. Я думаю, не нужно быть специалистом в области международных отношений, чтобы понимать, что эти события, мы говорим, в первую очередь, о Майдане, на страницах нашего журнала авторы обращаются к этой теме. Вот нужно быть экспертом, чтобы понимать, что эти события, то, что за ними последовало, являются поворотными для напишей истории. То есть мы действительно переживаем поворотный момент, впоследствии которого оценить сейчас невозможно. Но на наших глазах разворачиваются процессы, во многом инициированные тем, что произошло в прошлом году. И я хочу вспомнить только одно обращение, которое было принято международным мемориалом 29 августа, обращением к президенту РФ, где говорилось о том, что мемориал выражает свой протест против агрессии России в Украине. Я помню очень хорошо это письмо, я помню очень хорошо события этого лета, накал всего этого года. И, конечно, это не может для нас остаться в тоне. Вместе с тем, мне хотелось бы обратить ваше внимание на то, что события, которые носят окровенно политический характер, могут рассматриваться и с той стороны, которая может быть не совсем очевидна. Дело в том, что был такой период, теперь уже можно сказать, в истории самого Майдана, период почти лабораторный. Я имею в виду те дни, те недели, когда проходила Олимпиада, и когда Россия практически не вмешивалась в дела Украины. Это был редкий момент, когда события развивались по своей внутренней логике. Но, правда, политика включается сразу и включается сам решительный образ. Я не буду пересказывать содержание статей, которые опубликованы на страницах журнала нашего 19-го выпуска. Но вместо этого я бы хотела, представляя авторов, каждый из них будет иметь возможность высказаться перед вами, поставить некоторые вопросы, которые не являются для нас очевидными, ответы, на которые мы не пытались найти, публикуя эти материалы, которые продолжают нас волновать и сегодня. Дело в том, что, по моему мнению, Майдан продолжает логику простецных движений, которые начались в 2011 году. Вы знаете мировую географию этих движений, вы знаете, как они распространялись, вы знаете также очень хорошо, что каждое из этих движений выдвигало свои собственные лозунги. И это дает повод некоторым исследователям, в частности, Харту и Негре, в том числе, который мы публикуем в нашем журнале, говорить о том, что это движение принципиально нового типа. Если это движение принципиально нового типа, проявлением которых является в том числе и Киевский Майдан, то в чем состоит их качественное отличие от социальных протестов предыдущих, от всей траектории социальной борьбы, которая известна тем же Харту и Негре, они прослеживают ее во протяжении всей новейшей истории. В чем новизна этого общественного движения? Я думаю, что частично ответ на этот вопрос вы можете найти в тексте Сюзен Бакмонос, который был написан специально для этого номера, где Сюзен рассуждает о роли технологий к современным протестным движениям. Дело не в том, что участники движения пользуются современными средствами связи. Дело не в том, что социальные сети оказываются тем каналом, через который распространяется информация, и они мобилизуют людей гораздо быстрее, чем какие-то другие технические средства. Дело в том, что технология каким-то особенным образом собирает вместе массы, и технология становится способом существования этих масс. Вот я думаю, что если бы мы могли продолжить размышления на эту тему, может быть, мы смогли бы подойти к пониманию того, в чем качественное отличие современного движения протеста. Как я уже пыталась говорить в самом начале, это, может быть, третий вопрос, который я бы хотела поадресовать к нашим авторам и к вам, к присутствующим здесь. Есть третий вопрос, это различение политики и политического. Ну, есть такое различение в политологии, оно принято, собственно, я не придерживаюсь в данном случае жестко этих слов, но, по крайней мере, вот в тексте присутствующего здесь Дмитрия Новикова, это различие представлено по-другому, другими словами, но, фактически, он говорит о том, что в момент революции, как он интерпретирует Майдан, происходит приостановка действия власти, и это момент праздника. Праздник противовес власти. Еще одна констатация той оппозиции, которая была названа, политики и политической. То есть Майдан как дополитическое или предполитическое зрение, о чем пишет также в своей статье Олег Арансон, обосновывая эту позицию. В этой связи тот, кто читал номер, может быть, тот, кто имел возможность познакомиться с этим номером, наверное, не мог не почувствовать определенное напряжение, которое возникает в тексту, невольное напряжение, потому что авторы придерживаются разных взглядов, и у них разные теоретические посылки. Есть определенное напряжение между индивидуальным. Не случайно Майдан называется революцией достоинства, и очень часто, и, может быть, даже в первую очередь достоинство интерпретируют как достоинство личности, как человеческое, индивидуальное достоинство, как ценность европейской культуры, европейского политического устройства и так далее. Так вот, напряжение индивидуального и плюрального, не коллективного, может быть, коллективное, не самое подходящее слово, плюрального, понимаемого как то, что и является характеристикой Майдана. Майдан как несводимое к своей основе виблине существующие именно как множество. И вот это слово также встречается в целом в ряде статей. Дело в том, что это не очень удачный русский перевод латинского мультитуда или английского мультитуда. Это слово, которое используется в политической философии Спинозы и Гокса, и которое снова сегодня входит на поверхность и становится механизмом или способом описания в современном протестном движении, имея в виду, что они не приводят к образованию некоторого единства, но всегда существуют в этой своей несводимой множественности. Вопрос, естественно, как мыслить эту пару, это напряжение индивидуального, плюрального, индивидуального и множества. И, наконец, последний вопрос, который мне хотелось бы поставить перед авторами, который связан с тем, о чем я уже говорила, это этические аспекты Майдана. Но, опять же, этические в каком смысле? Что такое этика плюральность? Возможно ли этика плюральность или, может быть, здесь уместнее говорить об эдосе, как о некоторой форме поведения, которая и есть род практической эдосии? Вот это те вопросы, которые затронуты, может быть, даже они не всегда выражены прямо, но мне кажется, что вы можете вывести их из тех материалов, которые собраны вместе под одной обложкой. И мне кажется, что это только начало разговора на эту тему. Поэтому я очень признательна всем авторам, которые поделились своими мыслями по этому поводу. И я рада их вам здесь представить. Я не знаю, кто у нас будет дело. У нас будут люди, которые согласились общаться с нами по скейпу. Это наши авторы, Анатолий Борезьянович Ахутин и Елена Кирилловна Берлин. Они написали для нас замечательную статью под названием «События Майдана». Да, я была бы рада, если бы они включились в наши разговоры. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Елена Владимировна, спасибо за представление. И спасибо вообще за устройство такого замечательного моста с нами по скейпу. Я, чтобы не затягивать, хотел бы ответить на один вопрос, а именно один из последних, ну и тот вопрос, которому, собственно, посвящена наша статья. Это что за общность, которой свидетельством стал этот Майдан, то есть площадь. Что за общность эта? Совершенно очевидно, что здесь не может быть, эта общность не может быть понята ни с точки зрения классических классов, какие средние классы там были перемешаны все. Ни с точки зрения партии, там тоже, как пишет в статье Дубин Борис, 90% участников непринадлежащих партии, ни национальных даже, хотя пел им и говорил славу Украине постоянно, тем не менее, погибли прежде всего армянин, белорусы и так далее. Короче говоря, не это было главное. Так вот, что же? Мне кажется, что мы здесь, те люди, которые пытаются, те исследователи, которые пытаются понять и очень глубоко понимают это явление теоретически, вынужденные пользоваться категориями уже наработанными, то есть теми инструментами, которыми они мыслят. Вот, может быть, стоит посмотреть на это явление, на это событие немножко иначе. И именно потому мы и назвали эту статью «Событие Майдана», что в том смысле событие, что здесь что-то такое обнаруживается, чего раньше не было. Что-то мало того, что обнаруживается, что-то и складывается. Вот статья Харта и Мигри очень интересна в том отношении, что они подчеркивают, что коллектив, который собирается на площади, или вот это явление окупает, впервые обнаруживает, а кто, собственно, собрался. Впервые обнаруживает. Это не вас, не партия, не национальное образование какое-то. Они себя обнаруживают здесь, на площади, впервые, свежавшись не только сетями, но просто телесно. Так вот, что же это за общность? И что там обнаруживается? Мне кажется, я так, может быть, наивную такую, но предлагаю подумать об этом как о категории, то есть очередной инструменте, с помощью которого можно понимать социальные и политические явления. Эта категория звучит, звучит, звучит будет так. Отдельные люди. Вот просто буквально не то, не те, не те, кто определяется включенностью в какие-то коллективы, пускай идеальные, а те, кто обнаруживается в коллективе, сложившемся спонтанно, стихийно, и узнают, а, собственно, почему мы здесь собрались? И вот тут эта категория, которая стала названием этой революции, гидность по-украински, то есть достоинство, опять-таки не следует ее понимать исключительно в моралистическом смысле, в смысле, ну, как такой самопохвалы, что ли. Это совершенно определенная вещь, ведь она напоминает ничто иное, как каадовская людьми. То есть осознание вот своей авторской субъектности, своей собственной жизни, своих поступков и не только ответственности, а вменяемости, что связывает это с этим, вменяемости меня в качестве участника, а самое главное, своей полной автономности в этом коллективе. Это коллектив автономных. Ну, можно назвать это солидарность. Конечно, сразу же параллель с польской солидарностью, но там это не проходит. Это не солидарность в смысле польского движения. Это именно солидарность людей, которые вышли на протест, потому что затронуты не интересы, не национальные чувства, не религиозные чувства даже, а затронуты вот это самое человеческое достоинство. Многие просто впервые открыли, что есть в человеке нечто такое, как человеческое достоинство, которое нельзя дать попирать. Это звучит, опять-таки, моралистически, но мне кажется, вот именно эта человеческая черта, черта человеческой автономности и достоинства становится теперь социально значимой, политически значимой. Вот это святка, которую мне хотелось бы подширкнуть. Чтобы нам уже завершить наш скайп-сеанс, может быть, Ирина Тимовна скажет тоже что-то о своем. Ну, я хочу дополнение к тому, что там сказано уже, сказать вот про ту общественность, которая была в Майдане, и чем она, мне кажется, отличается от общественности, которая, может быть, кажется аналогична. Значит, тут не так обстояло дело, что люди вышли все вместе на площадь, потому что у них было что-то общее. Общие интересы какие-то, общее там происхождение классовое, национальное или еще что-то. А как-то наоборот, они стали приближать к общности, потому что они вместе вышли. То есть не потому они вместе, что они их что-то заранее приближдают. Вот многие уже говорили, что именно на Майдане родилась была рождаться украинская нация. То есть люди не потому вышли, что у них была нация, которую они хотели защитить, они стали нацией, потому что они вышли вместе на Майдан. И в этой связи тоже, и в дополнение к тому, что сказала Анатолия Милиановича, тут была названа Ирина Владимировна и так важная проблема, проблема политики и политического. Я хочу напомнить, что сначала было в Киеве два Майдана. Майдан, условно говоря, гражданский, который был на Майдане независимости, и Майдан политический, который был на пушке Европы. То есть на политическом, они потом объединились. Но это было принципиально. На политическом Майдане собирались разные представители разных партий и их сторонники, и там делалось все о том, что традиционно относятся к политике, то есть к борьбе за пасы. И люди, которые стояли на Майдане независимости, они принципиально поставили на том, что у них речь идет о другом, не о борьбе за пасы. Они не политики. Политики не их лидеры. Потом это не о борьбе за Майдан, но до конца было ясно, что не являются лидерами Майдана политические лидеры. А люди стояли все вместе на Майдане потому, что было в каждом задетое чувство собственного восточства, не потому, что они хотели сместить эту власть и поставить другую, или со мной стать другим властью. И по поводу того лужинга, который начал на Майдане, на Майдане начался протесты против отказа от героинтеграции, и на Майдане постоянно кричали, что Украина – это Европа. Но сначала на Майдане вышли действительно сторонники евроинтеграции. Их было не очень много. Это были студенты, и ориентированные полузападные, которые действительно хотели, чтобы Украина стала чешкой Евросоюза. Но настоящий Майдан, настоящая революция достоинства, когда поднялась вся страна, когда вышел весь Киев, когда приехали со всей Украины люди поддержать этот Майдан, начался не в связи с евроинтеграцией. Он начался 1 декабря, когда были вот эти вот студенты избиты. И люди приехали не потому, что они настаивали на интеграцию в Европе. Они приехали потому, что их достоинство было скромлено тем, чтобы избили этих студентов. Там не было поначалу до российской агрессии, там вообще не было консенсуса по поводу евроинтеграции. И далеко не все украинцы были сторонниками евроинтеграции. Но там был консенсус по поводу того, что есть вещи, которые нельзя терпеть. Вот нельзя терпеть, чтобы гибли людей. Нельзя терпеть, чтобы людей обманут. Нельзя терпеть, чтобы унижали человек в каждом достоинстве. Нельзя терпеть, чтобы людей там без судна похищали, уничтожали и так далее. Вот это вышло на первый план и мотивом того, чтобы там стояли люди, в том числе и из Западной Украины, и из Восточной Украины, и горожане, и сельские жители, и представители самых-самых разных классов, в которых были разные мнения по поводу Европы и по поводу будущей Украины. Вот их объединял этот мотив. Есть вещи, которые нельзя терпеть. Поэтому вот у нас на революции достоинства. Я из них долго очень... Спасибо. Все, мы закончили. Я очень ценю ваше участие и то, что вы сказали. Я думаю, что это будет развито по выступлениям наших других авторов. Значит, называется моя публикация «Современная интеллектуальная революция». Конкретный пример революционного энтузиазма. Значит, кто не считал, я, кто не видел еще номера, или не успел прочитать эту публикацию, могу вкратце рассказать буквально в двух словах, о чем там идет речь. Значит, незадолго до Майдана я познакомился с очень симпатичным, молодым человеком. Вообще-то их двое, у него еще был друг, где-то слегка за 30. Это современный интеллектуал украинский, изначально он русскоязычный, киевлянин. Очень разумный поэт, прозаик, прекрасно понимающий при том, что почем, замечательно умеющий держаться, настоящий европеец, просто этими гарними паромками рыбовался, вот какие растут в Украине люди. Вот, ну вот случился Майдан. Я получил от него несколько писем. Он был совершенно поражен, насколько изменилась его психология. У него образовалось какое-то такое, я бы сказал, героическое марево в сознании, где смешались и бандеровцы, и махновцы, и казаки, сильно идеализированные. И это было по принципу исключительно героики, энергетики. Это не вне всякой связи. Действительно, это было совершенно не политическая связь. И причем происходил динамик от письма к письму. Сначала речь шла действительно о том, что Украине нужно присоединиться к Европе. Ну, это ясно, человек западнически ориентирован, это было понятно. Но потом появились какие-то уже черты утопизма революционного. Значит, что Украина не только должна присоединиться к Европе, но еще вот этой вот энергетикой, этой энергии, казалось бы, морозкой, изменить всю его, обновить, освежить, как-то перестроить. Видимо, там это довольно туманно у него, но, видимо, перейти к непосредственной демократии. Вот такой вот, ну, это иллюзия любой, видимо, революции, что поднятая революция, власть должна контролироваться улицей, в данном случае Майдана. Хотя он ссылается и на более современные, так сказать, на нынешний прецедент, с использованием современной технологии. По его словам, в Исландии демократия осуществляется посредством интернета. Вот, я бы мог счесть это каким-то частным случаем. Ну, вот, уважаемые наши, как назвать, там, авторы, да, находящиеся в Украине, подтвердили существование и, видимо, распространение вот такого революционного идеализма. Что касается достоинства, ну, любая же, наверное, революция как-то поддерживается, как-то является там чувством отстаивания собственного достоинства. В революциях я не очень участвовал, но все-таки же можно назвать революцией достояния у Белого дома. И там тоже главное чувство было, там самые же разные люди, я думаю, что многие там были на баррикадах или там там же были и казаки, были националисты, были просто бандиты. И все ощущали, так сказать, момент отстаивания достоинства своего. Но я не думаю, вот есть ли вот психологическая новизна в таком, в такой, так сказать, эклектике, в таком ощущении как бы ну когда вот как бы вымывается и политика, и этика. С одной стороны, вот этот молодой человек замечательный, говорит, что он готов пожертвовать своей жизнью за европейские ценности. А с другой стороны, он, так сказать, упорствует в том, что пандера это хорошо. То есть непонятно. Такое смешение как бы варварства. Варварство должно как бы установить цивилизацию и обновить европейскую цивилизацию. И мне кажется, что новизны тут особой нет. Развитие революционного чувства оно так как вот и идет обычно вот этими путями. от конкретных целей до дуланных утопий. Мне кажется, так. Вот примерно да. Вот это надо пока. Это интересное даже в какой-то степени провокационное выступление. У нас есть один автор по крайней мере вот он здесь среди нас который пишет о революции. Я думаю, что сейчас самое время передать слово Дмитрию Новикову преподавателю Высшей школы экономики автору статьи по субъемленной философии в частности итальянской философии но не только. Прошу. Я слышно? Ну я не знаю я бы хотел сказать вот о чем. Понимаете вся ситуация всегда видится откуда-то она видится в какой-то точке откуда ее нужно рассмотреть я находился в Москве по-моему все события и видя наблюдалось все происходящее через инфраструктуру какие-то средства которые транслировали образы образы Майдана какие-то тексты которые это сопровождали и то что собственно говоря я так полагаю что каждый из нас в какой-то мере интересовался этим потому что это было некоторое личное вовлечение по поводу которого нельзя было сказать что можно остаться в стороне вот собственно говоря это событие которое заставило меня немножко на эту тему написать какой-то текст поскольку я находился совсем далеко но тем не менее оказался как бы при этом я уже не мог конечно ли нахожусь вне всего этого происходящего для себя по крайней мере и здесь собственно я весь процесс наблюдения у меня проходил внутри некого странного спора с Львом Толстым да с философией истории и как же должно было случиться чтобы все эти люди собрались на этом поле да вот я как-то вот по мере того как я все больше и больше пропитывался всеми этими эмоциями всеми этими событиями драматическими очень очень драматическими трагическими событиями у меня возникало ощущение какого-то непосредственного присутствия по поводу которого я все больше испытывал сложности его каким-то образом совместись чем бы то ни было из текста из того что вообще написано то есть собственно говоря первое ощущение главное фундаментальное ощущение было то что здесь фундаментальным образом расходятся все существующие нарративные структуры и все то что можно пережить здесь перед нами какой-то вид события прямого смысла слова по поводу которого все написано не имеет к этому никакого отношения другими словами все теории революции от Гегеля Маркуза Негри Делеза они оказались здесь поставлены под вопрос первое ощущение что собственно говоря теория революции не имеет никакого отношения к последствиям как все авторы это прекрасно понимали они писали после понимая переживая определенный вид опыта который никаким образом не могли ответить и вот собственно говоря мне показалось что здесь действительно замечательное выступление опытом по этому голову что здесь главным конечно событием главным и на чем событием является вот этот самый единичный человек да единичной персоной потому что то есть не какая-то группа которая противостоит другой группе ни одна не социальная группа не группа противостоящая государством или какой-то там элите это не то что событие происходит на каком-то другом деаппаритизированном уровне где решение принимается абсолютной тишины вне текста вот собственно говоря оно и в этом смысле конечно указывается с одной стороны в сторону внутреннего достоинства и с другой стороны открывается некоторая проблема которая мне кажется была подъявлена многократно и усилена всеми формами телетрансляции то есть собственно говоря проблема участия а что за этим стоит за этим нет никакой явной идеологии за этим нет никакой явной программы за этим стоит что-то другое за этим стоит какая-то форма открытия какой-то возможности вот собственно говоря по всей видимости речь идет о страхе я так полагаю что одна из главных материй государства как об этом писал еще год создается материй страх в этом смысле слово то что открывается почему это праздник почему усил помещает например свой праздник в какую-то промежуточную стадию между тем когда заканчивается ситуация когда люди еще не знают языка и не знают инцеста и в тот момент когда тем не менее у них уже появляется инцест запрет на инцест и появляется язык очень праздник где-то между вот структура этого некоторого дополитического состояния которое Руссо вынуждено было констатировать это действительно некоторое место которое дополитизируется которое не имеет никакой антологии говоря таким вот достаточно жестким языком это место не имеющее имен оно собственно говоря ни для кого ни для чего у него нет бога который не славен оно абсолютно упразднено оно в этом смысле это действительно упразднение страта у них это и действительно это праздник это то самое начало свободы которое выражается манифестируется всеобщим всеобщим народом вот и всеобщими песнопениями вот собственно говоря структура этой дополитизации мне показалась очень важной потому что она открывает некоторое возможности которые собственно говоря всегда присутствуют внутри такого рода движений и поверх этой структуры существуют какие-то другие формы формы утопические антиутопические европоцентрические революционные контрреволюционные то есть различные формы того что можно назвать сознанием однако мы имеем дело с чем-то другим мы имеем дело с какой-то свободой которая еще не знает собственно говоря говорил языком Гегеля на что она решилась вот то есть это в прямом смысле слова в раскрытии некоторой возможности которая может привести в том смысле действительно упорознение упорознение подобного рода является тем что нельзя включить ни в какую социальность оно бесполезно оно бесцельно на этом конечно можно построить какого-то рода дискурсы на этом можно построить какие-то сверху но дело в том что действительно тот опыт который мы можем отсюда извлечь это вот тот самый странный парадоксальный опыт не поддающийся в прямом смысле слова и я здесь абсолютно солидарен с Ахотиным а не поддающийся какому-то 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 ни было объединению какому-то ни было множеству в котором его можно было через которое ему можно было помыслить но этот опыт является единственной возможной материи демократии единственной возможной материи свободы потому что другого опыта нет это единственное ее основание и в этом смысле слова как раз и есть то что нам позволяет каким-то образом мысль нечто предположенное страху это небольшое размышление которые у меня были по поводу вот происходящего а вот скажите ну неужели вот то что вы все про это вообще сказали неужели это относится какой-то специфически относится именно к этой вот революции вот возвращаясь к белому дому это единственная революция в которой я лично поучаствовал но там же тоже не было это тоже была революция в принципе там не было никакой политической программой вот и в чем так сказать специфика вот этого майдана и его принципиальное отличие от многих вот подобных так как выступлений народных ну я сейчас я сейчас опять же я говорю я говорю о том что я увидел мое впечатление было прежде всего что это более фундаментальное обнажение некоторых технических структур которые образуют то что можно назвать наше государство то что мы называем государство то есть собственно говоря это некая приостановка этих структур приостановка литературы которая лежит в основании социальности это некая свободная политическая структура которая позволяет каким-то образом переосмыслить все эти самые совершенно случайные смыслы которые мы приняли как необходимые и обязательные как некоторое легитимизирующее основание и исток насилия я думаю что я думаю что я думаю более того не представлял более того более того не представлял что ситуация 1991 года речь шла все-таки о утопии а здесь нет мне кажется что здесь было здесь решила скорее невозможно мне даже спонтанным образом переходим к дискуссии но даже наверное хорошо что возникает желание реагировать но тем не менее есть еще короткие выступления если вы запаситесь терпением то сейчас они прозвучат в определенной последовательности у нас есть также один человек по скайпу я хотела уточнить это наш автор из Лозанна или из Нюрндерга в общем наш иностранный автор тем не менее это автор русскоязычный украинского происхождения вот мы ждем связи с ним вот перед тем как осуществится этот контакт мне хотелось бы сейчас предоставить еще одному нашему автору Олегу Воронсону сотрудникам института философии я думаю исходя из того что он написал исходя из его строя мысли его выступления наверное были мечты по отношению к идеям индивиду возможно но во всяком случае в своем тексте который мы опубликовали он отстаивает несовременно множественность майданов обязательно во множественном числе и обязательно с маленьких вот я бы хотела услышать его комментарии я хотел бы начать с вопроса который задал Александр Давыдов Саша действительно очень важный вопрос потому что так или иначе мы все не можем об этом не думать нечто это новое явление мы ощущаем что здесь что-то есть особенное что происходило на майдане и тем не менее конечно у нас есть вот эти структуры структуры понимания революции восприятия революции всякий кто был у белого дома вынужден с этим соотносить и я тоже с этим невольно соотношу с этими тремя днями в 91-м году но кто-то может вспомнить 68-й год а кто-то кому хватит возраста и французскую революцию но я все-таки попытаюсь по-своему ответить на вопрос что особенного в Майдане и что было особенным для меня мне кажется мы может быть по крупицам все вместе нащупываем это и Лена в начале кое-какие важные вещи говорила и мне кажется и Дима сказал вот я бы сказал повторил то что сказала Ирина я бы повторил что Майдан был местом где возникла общность это мне кажется очень важный тезис местом до которого люди были индивидами а там они стали общностью всякая революция делает это я не уверен я вовсе не уверен что всякая революция создает общность для меня Майдан очевидно был такой общностью более того это место Майдан не просто место общности это и было местом достоинства то есть стране была потеряна достоинства но была одна площадь куда можно окей воды чтобы это достоинство обрести достать Вы понимаете, как такое могло произойти? Я не уверен, что то же самое происходило, например, в движении Окупай или в других недавних революциях 2011 года. Совершенно не уверен. Мне кажется, что так случилось, почему это стало возможным? Потому что Майдан имел другую длительность, у него не длительность революции. Он начался как обычное движение протеста, вполне политизированное, с какими-то идеями евроинтеграции. Но потом, как было правильно сказано, после 1 декабря он стал таким временем обретения достоинства. Это такое время длительности, когда ничего не происходило, кроме того, что люди туда просто приходили. И вот эта революция, тихая революция, приходы людей, которая накапливала этот потенциал с каждым днем, пока это все в феврале не превратилось в известно что, когда не возникло вооруженное столкновение. Но вот эти несколько месяцев, мне кажется, это очень важная вещь. И она важна именно для того, чтобы мы могли понять, что такие категории, как достоинство, справедливость или свобода, они не являются ни категориями этическими, ни категориями политическими, они не принадлежат ни идеям демократии, ни философским теориям, они создаются людьми определенным способом действия. То есть, можно сказать так, что достоинства мы присваиваем как индивидуальную категорию вторым ходом, после того, как обрели ее уже в некой общности. Но до того эти общности были неопознаваемыми. Нужен был Майдан, чтобы мы присутствовали при этом, как правильно, при этом лаборатории, при этом эксперименте с этой абстракцией. Потому что, как ни крути, достоинством для нас было абстракцией. Мы как бы чувствовали что-то, что потом определяли как достоинство. Скорее всего, это чувство несправедливости или возражения на несправедливость. Но само достоинство – это, в общем-то, какая-то отвлеченная категория достаточно. И вот, чтобы его обрести, нужно было, и мне кажется, правильно, и Саша сказал, нужно было и Дима по-разному обрести какую-то героику. Героику, в которой ты не один. Ты заражаешься геройкой всех, которые приходят. Но этот героизм, он сопутствует действительно и страху, и риску, который присутствует в этом месте. Достоинство невозможно без риска. Нельзя просто сидеть дома и иметь достоинство. Понимаете? Никогда. Никогда. И я думаю, что это самое главное, что говорит Майдан. Что мы обретаем не смену политического режима, не борьбу за власть. Мы обретаем какие-то черты, которые нам никогда не принадлежат. Но то, что они нам не принадлежали, только Майдан говорит. Теперь человек, сидя дома, не может сказать, я обладаю достоинством. Теперь человек просто не может сказать, я обладаю достоинством. Ты должен показать на тех, кто дал тебе это достоинство. На то место, которое было источником этого достоинства. Место риска. И я тут говорю, повторяю, достоинство, но то же самое применимо и к категории справедливости, и к категории свободы. Это совершенно другая логика, нежели та, которая исходит из категории индивидуального достоинства, индивидуальной свободы. Из логики индивида. Поэтому я в своем тексте настаиваю на том, чтобы попытаться рассматривать вообще, мой текст касается понятия демократии, попытаться рассматривать демократию не как политическую категорию. Вся политика основана именно на разделении индивидов и преданий политические, им какого-нибудь ничтожного достоинства. Так называемого. Политика всегда этим занимается. Она распределяет этот ресурс. А вот чтобы это не было ресурсом политическим, надо обрести общность, которая бы дала тебе достоинства, не связанное ни с государством, ни с властью. И это не сопротивление в политическом смысле, а это некоторая зона эксперимента с этикой. Когда все моральные категории, все моральные ценности не имеют никакого значения по сравнению с тем действием, которое ты должен совершить, чтобы обрести достоинство, которое тебе не принадлежит и которое ты всегда получаешь от других. Можно я буквально чуть-чуть продолжу? Я абсолютно согласен с этим тезисом. И я просто хотел уточнить, что действительно речь идет по всей видимости о том опыте, о том особом опыте, который является опытом действия. И который одновременно является опытом фундаментального познания. Познание, которое нельзя получить из трех института ни в библиотеке, ни где угодно, ни занимаясь чем-то другим. Собственно, мне кажется, здесь один момент, на который я хотел бы обратить внимание, потому что речь идет об общности. И вот здесь возникает самый сложный момент, про который, возможно, можно и разговаривать. Все-таки, мне кажется, парадокс этого события заключается в том, что он начинается на уровне индивида. То есть он начинается на уровне индивида, и его последствия для индивида далеко не ясны. Они абсолютно туманны, более того, они совершенно непрогнозируют. Но, собственно говоря, это и есть выход из некоторой экономики того известного, в котором мы обычно находимся. Но, по-другому, оказывается, что этот момент обретения свободы или достоинства происходит одновременно у многих. И это как некоторая стая рыбок или птиц, которые моментально вдруг по какому-то непонятному закону меняют направление своего движения. Вот структура подобного рода события действительно не описывается на уровне социологии и политологии. Это описывается, происходя из какого-то другого типа опыта, с которым мы в данном случае имеем дело, и который нельзя объяснить никакому профессиональному комментатору. Мы не можем быть вне этого опыта, мы можем только разделять этот опыт. В этом смысле, мне кажется, что очень важно, что это событие как раз предлагает нам каким-то образом мыслить, исходя из разделения этого опыта. Он предлагает нам разделить то мышление, которое там было бы нужно, участвовать в этом опыте. Олег, скажи, пожалуйста, а вот разве выставление достоинства это не свойство любой революции, а не только специфические это? И не всегда власть, установившись революционным путем, потом забирает вот это самое государство. И непосредственно демократия заканчивается на том моменте, когда сформирует власть. Ну да, это хороший вопрос. Ну чего ж, это он естественный. Хороший, но несложный. Да, как это вы говорите. Значит, конечно, когда демократия устанавливается через революцию, она очень краткосрочна, потом возникает новая власть, но всякий раз, когда мы говорим, что власть одна уходит, потом приходит благодаря революции, всякий раз, когда мы говорим о власти, мы говорим о политическом, о политическом пространстве революции. И политическое пространство революции как бы съедает для нас его этический потенциал почти всегда. То есть, сама революция, это разрыв двух политических ситуаций, двух политических структур, переход. Но вот этический потенциал, который содержит революция, всякая революция содержит такой потенциал. Новый мир, мы строим новый мир, новые ценности. Этот потенциал всегда есть. И вот продлить его, это мало кому удается. И вот это время длительной ситуации, когда одна политика уже ушла, а другой еще нет, это есть ситуация Майдана. То есть, эта ситуация не политическая принципиально. И в этом как раз такая особенность. Потому что Белый дом 91-го года, это был абсолютно политический выход. Конечно, и все протесты тогдашки были политическими протестами. И я бы хотел, чтобы мне привели какие-то другие примеры, чтобы я опознал неполитическую революцию. Ну, знаешь, честно говоря, если мы закончили, то это будет. Ну, вот. Но что касается Белого дома, тут слишком уж разные силы. Я уже немножко там пересислил. Там были и казаки, там были и демократы, там были и бандиты. И где же тут политика? Политика тут не может быть, чистая этика получается. Что же касается Майдана, ну да, то, что ты сказал, очень верно. Но в чем тут специфика Майдана? Это все так. Перед тем, как я там минуту... Именно Майдан. ...подумать над ответом. Но я напомню вам, так говорят люди, которые бывали на Майдане, кто слушал обращения разных европейцев к этому собранию. Вот одним из таких европейцев был Бернар Андрей Леви, который, обращаясь к Майдану, то есть к людям, которые справились на этой площади, сказал, не Европа может вас чему-то научить, а вы, вы можете научить чему-то Европу. Ну, это, может быть, не было раскрыто им, но я думаю, что наш сегодняшний разговор в какой-то степени развивает эту мысль. Действительно, здесь есть то, что является новым для самой Европы, и это, несмотря на стремление, страстное стремление на уровне, возможно, политическом, как раз стать частью, пока мы находимся в состоянии ожидания, и мы дадим возможность олег не продвить свои разрушения. Идея Эдуарда Анатольевича, который не может выйти с нами на связь, как раз заключается в том, что... Ну, может, он выйдет, но, тем не менее, я скажу, чтобы этот слаб, если он вдруг не выйдет, не осталось в том. Заключается в том, что вот в этом разрыве двух миров, России и Европы, и этот разрыв, такой глобальный политический разрыв, произошел именно из-за Украины, именно из-за Майдана, сама Украина формируется как особое серединное пространство. Серединное пространство, как он так называет, которое возникает, тем не менее, по определенным законам европейского пространства, вот как вытекает из его текста. Но мне нравится в его тексте, что он всю геополитику сводит к некоторой геополитике. То есть для него не политика важна, не геополитика в его каком-то таком, знаете... Прямо сейчас геополитика — это почти непристойное слово, потому что ты включаешь телевизор, и оттуда геополитика дается только. А это теория XIX века, которая букв овок развивалась вместе с расовой теорией. И я не уверен, возможно ли одно без другого. То есть там это такой архаизм, конечно, политической мысли геополитик. Так вот, Эдуард Анатольевич предлагает вместо геополитики мыслить Украину геопоэтически. И основанием этой поэтики европейского сознания, противопоставленного и находящегося в взаимодействии с Востоком, являются оперы Вагнера «Кольцо небеумов» и «Волшебная флейта Моцарка». Вот что организует геополитическое пространство политического протеста. Ну, для тех, кого это как-то заинтриговало, вы сами про это прочтете, я думаю, ход достаточно интересный. Но у нас тут другой сюжет. Вот мы сидим справа и слева от главного редактора, и правая сторона, в соответствии с правой стороны, очень шансовоативно мыслить Майдан. А я как бы стараюсь немножко левее его сказать. Левее, понимаете, вот важное слово, это же важное слово, энтузиазм. Энтузиазм, это потрясающее слово. Дорога в ад, вымочи, да, энтузиазм. Это вот, это настоящее революционное слово. Вот Лена может разметить эти, да, связанные с энтузиазмом зрителей французской революцией, о котором писал Кант. И этот энтузиазм, если он захватил вас, то для вас революция будет всегда отличаться от той, которая была. Она будет новой. Но если вы движетесь параллельно энтузиазмом, так вот Саша, мне кажется, движется параллельно энтузиазму своего украинского друга. Поэтому не осоздаются и важности Бандеры. Знаешь, он уже с Бандерой воевал. Едва, кстати, едва не погиб, именно в боях с Бандеровцем. С областью во время войны. Так вот, общность возникает тогда, когда ты вступаешь в общность с Бандеровцами, а не с тем, кто тебе приятен. С тем, кто приятен, революция не делается. Революция делается всегда с теми, с кем бы ты в обычной жизни даже здороваться бы, может быть, не стал. И тем не менее, вот эта индивидуальная нетерпимость вдруг формирует совместную солидарность в такие ситуации. И мне кажется, что Майдан вот эти вещи очень сильно проявил. Конечно, то, что ты говоришь о Белом доме с его казахами и так далее, да, но все-таки для меня это была абсолютно политическая вещь. Ельцин на танке – это совсем не крючковка, а не совсем другая фигура. Я вот пользуюсь тем, что у меня сейчас микрофон. Хотел сказать, что этот номер, он собирался, Леной, и она сама может об этом сказать. И скажет, конечно, еще достаточно долго и трудно, в том, в общем, это было, потому что это было переживание событий в момент, когда они менялись. А номер собирался. Уже была война в Украине, а мы собирали еще тексты про Майдан. И за это время, когда номер собирался, два автора, по крайней мере, один автор, который текст успел свой написать, Борис Владимирович Тубин, ушел из жизни, вот в этот момент прямо. А другой автор, который должен был быть автором, Светлана Геретиной, ее муж Александр Павлович Абрусов, тоже ушел из жизни. И это вот какая-то такая печаль, печальный знак вот этого прошлого года, и этого номера в том числе, который посвящен событиям таким возвышенным, но и драматическим, и трагическим одновременно. И я вот опять возвращаю микрофон. Да, я признательно за неудачу, что это вспомнил Борису Владимировичу. Этот факт действительно заслуживает отдельного упоминания. Это последний текст Бориса Владимировича, который мы печатаем на страницах журнала. Последний текст, им написанный вообще. Текст, который называется просто «Украинский протест накануне во время и после», который представляет автора как социолога. С самого начала Борис Владимирович оговорил перспективу своего социологического взгляда на это явление. Но очень важный текст, потому что если кто-то еще имеет некоторые сомнения по поводу тех людей, которые выходили на Майдан, по поводу многообразия тех людей, которые участвовали в Майдане, то после прочтения этого текста никаких сомнений остаться не должно. И тексты в этом номере не лишены эмоциональности, но я не воспринимаю это как недостаток. Это действительно некоторый след того времени. И есть у нас один текст, в котором автор не принимает Майдан, не принимает в силу личных причин, которые им объясняются. Это текст Виктора Романовича Малахова, украинского автора, он живет в Киеве. И он объясняет, почему Майдан для него остается событием неприемным. Вот такой один голос, звучащий диссонансом в хоре других. Но, тем не менее, мне показалось важно включить это высказывание. Поэтому вы поймете, что несмотря на ту общность, которую мы здесь с вами представляем, и какие-то позиции, которые мы безусловно разделяем, есть люди, которые смотрят на события с другой стороны. И, да, они политически пытаются объясниться, пытаются сказать, что их смущает в этом. И, собственно говоря, этот текст в каком-то смысле перестекается с еще одним текстом. Ирина Желебкина, которая говорит, рассуждает о событиях, терминах, тех, кого события исключают. Вот это неочевидная вещь, но она это разыгрывает на материале создания и построения нации, говорит о том, что в этом жести, в жести собирания одновременно есть и момент исключения. Вот исключение тех, кто ассоциируется в нашем сознании, в украинском сознании с юго-восточным регионом, кто как-то не может стать частью нации, вот такие сгои своего рода, но в этом есть большая несправедливость. И вот мы пытались затронуть этот широкий круг проблем. Вы знаете, я все же не понимаю, можем ли мы добиться связи с нашим немецким автором, но даже если сейчас это невозможно, я бы хотела спросить Машу о другом. Может быть, Анатолий Борельянович и Инна Фимовна, если они по-прежнему в пределах высягаемости, захотели бы каким-то образом отреагировать на то, что здесь было сказано? Очень поддерживаю то, что говорил, ну, может быть, за исключение праздника, но это уже такие ученые разговоры. Я считаю, что, во-первых, чрезвычайно не точно называть это революцией. Это не революция, это контрреволюция, потому что революцию начал Янукович, если не называть того, кто Янукович одержал. А это не революция, то есть не стремление захватить власть, а устроить переворот, изменить строй и так далее. Это именно люди вышли только на том основании, что этого терпеть нельзя. Так человек с людьми не поступает. И если они еще стерпели отказ от ассоциации с Европой, то когда после этого избили молодых девушек и юношей, вот этого просто терпеть по-человечески нельзя. Это первое. Второе. Отличается эта, в кавычках говоря, революция от всех предшествующих, от всех других известных нам тем, что это самое достоинство, которое, конечно же, в качестве торжественного самоименования сопровождало риторику всех революций. Здесь было единственным содержанием. Вы обратите внимание, этот Янукович убежал, а все осталось на месте. Никто никаких властей не захватывал. Теперь второе. Не было никаких лидеров. Эти лидеры троек, Яценюк, Кличко и Терняков, они были жалкими, их прогоняли со сцены. То есть это была именно революция достоинства, не в смысле с помощью достоинства, а обретение. Мы осознали, они осознали, что мы все здесь собрались в таком большом количестве только по поводу того, что нас откаблили, унизили. Вот и все. Так что, я не знаю, тут еще, конечно, можно много такого говорить, просто надо точнее, корректнее определять, что произошло, а не просто рассматривать это в ряду известных нам революций, а мы, все известные нам революции, кончались плохо. Это и верный метод. Это совершенно другое событие. Почему мы подчеркиваем, что это событие, что это совершенно другое и чрезвычайно значимое для нас? Я еще раз интересируюсь с моим коллегой Аргем Варенцовым. Я хочу заметить, я никогда не был на таких профессорах. Я не согласна своим авторам в том, что это можно назвать контрреволюцией. Ну, никак. Значит, это не революция политическая в том смысле, что ее цель, ее смыслом не было изменения государственного строя. Но, конечно, это не контрреволюция, потому что контрреволюция хочет отменить то, что произвела революция, и вернуться к тому, что было. Здесь не было ничего подобного. И Лукович, да, он совершил государственный переворот, он узурпировал власть, но это случилось после того, как уже началась революция достоинства. Это случилось 16 января, кажется. Кстати, я не ошибаюсь, сегодня как раз и 18-го. Но, в общем-то, чуть-чуть не подобщился бы. И нам написали, когда был принят этот пакет законом, отменяющий всяческую невозможность нормальной именности на власть. Это был государственный переворот. И это, на самом деле, толчок от этой революции достоинства, которая уже до этого началась. Но все-таки я бы продолжала называть это революцией, и сами украинцы, сами участники Майдана очень точно, по-моему, определили это как революция достоинства, а не социалистическая революция, еще какая-то революция и так далее. И вот я хотела бы вот что сказать, здесь был упомянут Андрей Леви, который сказал, что Украина может получить Европу. Я хотела бы немножко этот тезис прокомментировать. Он сказал, что Европа забыла свои ценности. И нам, украинский Майдан, их напомнил нам, европейцам. Вот о какого рода ценностях идет речь? Это именно ценности, которые были отрефлексированы. Это ценности не вообще Европы, как какого-то общества людей. Это конкретные совершенно ценности европейского посвящения, которые были сформулированы Кантом. И когда Леонид Раксон говорил, что, собственно, происходило в Майдане, он почти кантовскими словами это говорил. Это было нам, было в очередной раз в Средней Европе продемонстрировано. Речь шла о номинальной группе человека, которая не может быть, которая не происходит ни из какого государственного устройства, ни демократического, ни какого-то другого. человека, которая не происходит из какой-то нации или общности, а которая должна в человеке рождаться постепенно и подтверждаться его жизнью. Есть, как правильно сказал Рансон, ранее Рансон, я тут так жил на черту подчеркнулась, есть это событийная вещь, есть место и время, когда это рождается, когда это демонстрируется. Это нельзя иметь постоянно. Это нужно каждый раз делать. Делать. И это поняли очень хорошо украинцы. И я еще хочу вот что сказать. Тут проводились параллели с событиями 1991 года. Мне кажется, разница в год в чем? Две разницы. Значит, первое. События у Белого дома продолжались три дня. События на Майдане продолжались три месяца, много недель. То есть это очень важно, потому что было время для того, что эти события имели начало, имели коммунацию, имели длительность. И было время для их участников, чтобы это осознать, чтобы удивиться того, что происходит, чтобы понять, чтобы начать понимать, что происходит. Там постоянно шли поиски смысла этого события. Смысл рождался в самом событии. Для этого нужно было время. Это уже было сказано в общем общее место, что там не было лидеров. Символом события у Белого дома, иконой такой, был мальчик, который читает книгу, сидя на баррикадах. Или другой мальчик, которого... Да, потом я помню, была фотография книги, которая спасла человека от пули. Это был Фауст. И вот тут не было в качестве иконы Гитлера. Это потому что не политически это была вещь. И второе важное отечество Белого дома. Были очень сильные и эволюционные, и энтузиастические события в Москве, в Питере, может быть, в Тельбурге. И вся огромная страна почти молчала. Она почти осталась равнодушной к этому. И это очень хорошо помню, когда я отъезжала от Дома три остановки на троллейбусе. Люди в троллейбусе говорили, вообще не знали, что происходит. Вообще. Люди говорили о каких-то бедовых вещах. Достаточно было там полкилометра отдалиться от этой площади. В Киеве и во всей стране было совсем иначе. Мало того, что без Киева там участвовали. Приезжали люди со всей страны, в том числе, кстати, из юго-востока страны. И там же на Майдане были палатки Донецкие, Лугарские, Марио-Луковские. Было много людей. И то, что это было событие одновременно, тоже было почерпно Олегу Баланцову, и вот эта парадоксальная связь обретением каждого человека своего личного достоинства и одновременно обретением людьми нации, обретением общности, вот мне кажется, этого не было ни в какой революции, и не было этого в 1991 году у нас. У нас так именно случилась вот эта, условно говоря, политическая нация. Спасибо. Спасибо большое. Все, мы закончили. Если у вас есть желание включиться в разговор, прошу. Спасибо. Спасибо. Подразумение с номера. Чрезвычайно интересно. Один вопрос технический. Вот о Майдане коллеги говорили в прошедшем времени. Вот Майдан, когда он кончается, или он продолжается в таких формах, продолжается, или это вот определено временем и местом, там, с ноября, с декабря, с 13-го, то окончается ли это, если нет, тогда просто не надо. Ну, я вижу здесь два вопроса в одном. Один вопрос хронологический. Да, конечно, начинается событие, начинается война, и в каком-то смысле понимание переключается совсем в другую сторону, что не означает, что Майдан кончается, но, тем не менее, это уже какой-то новый этап. Ну, потом, вы знаете, все было самого Майдана, это можно увидеть в документальных репортажах о нем, когда просто уступает момент, этот участок земли освобождается от последних протестующих, митингующих. Кстати, их состав очень меняется в самом конце, мы тоже об этом знаем. То есть есть какая-то хронология, которая восстановила. Но, я думаю, Олег задает другой вопрос, это была Олег Никифоровна. Он задавал другой вопрос, а именно он спрашивал о событии Майдана. Продолжается ли это событие? Если да, то в каких формах? Я думаю, что вот этот вопрос как раз требует рассмотрения более внимательного. Это имеет отношение к определению Майдана как революции, это имеет отношение к разделению, различению политики и политического. во многом сейчас как раз на авансцену выявляются, как я представляю себе этот вопрос, политические цели и задачи. Но в Киеве в самом конце ноября, и общаясь с митинглянами, у меня сложилось впечатление, что сейчас вообще, в принципе, достаточно открытая ситуация. Это может быть не имеет отношения непосредственно к Майдану, но может быть и имеет. Здесь трудно находить эти градации, эти дефиниции, точнее. Дело в том, что в Украине действует очень разветвленная система волонтерства на самых разных уровнях. Она касается всего, она касается организации всей жизни, которая на уровне институционального как раз не организована. И вот сейчас избрана новая рада. И вот сейчас должен произойти момент встречи, момент встречи института и низового движения. И вот как это произойдет, и в каких формах это будет осуществляться, сказать невозможно заранее. Но мне кажется, что вот руководство украинское имеет какое-то ощущение, может быть, как раз благодаря давлению снизу, ощущение того, что невозможно действовать старыми шаблонами. Вот то, что оно пригласило варягов в правительство, там есть несколько приглашенных лиц, которым дали украинское гражданство. Это жест интересный, который, конечно, сразу можно заклимить, но в чем смысл клеймить? Это жест интересный, потому что есть ощущение того, что должны прийти люди, которые свободны от шаблонов и стереотипов старого правления, госправления. И вот мне кажется, все равно революция, если угодно, если называется революция, продолжается в том смысле, что происходит действие. Вот действие низовое, оно, собственно, организует жизнь. Вот оно по-прежнему является фактором организации, точнее самоорганизации жизни в Украине во многом. И вот, если уж говорить об этом, вот если быть о Негре, о котором здесь переводил Даниил Рансон, может быть, он захочет сказать о своих впечатлениях от перевода. Вот как раз для Негре, в Малце, в частности, он, наверное, вот так определил Майдан, характеризуется самоорганизацией. Вот для него это самоорганизация. При этом, при этом, некоторые массы, или там, некоторого множества, при этом, как справедливо отмечалось здесь, разными выступавшими, лишенного лидера. Это ацефал, множество без головы, или вот метафора политической философии нового времени, без головы и чудовища. Ну, понятно, что чудовище-то оценка, но одновременно это и левиафан, это тело, это органика определенная, это вот такая структура, которая не подчиняется законам государственной жизни, как эти законы сформулированы той же философией нового времени и политической практикой нового времени. И вот что, что делать с этим монстром? Вот он вышел, он живет. Ну, и вот это открытые вопросы, поэтому, конечно, ответов на них нет, и, может быть, даже было бы, может быть, ты провоцируешь меня на то, чтобы сделать номер два, посвященный тому, как это все продолжается и развивается. Спасибо, это очень ценная подсказка. Я хотела спросить, а вот что касается Турции, Туниса, вот этой истории? И вопрос длительности того, что происходило в Киеве, ну, это вообще другое, другое пространство? Или все-таки это одна и та же волна? Ну, вот, вот соотнесение, соотнесение этих тысяч людей. Потому что я смотрела лазница, да, которая снимала и то, и то, и то, и какие-то моменты, вот того, что происходит в Каэре, да, если они что-то, убедивцы, оно просто перелик, ну, вот какие-то лица, слова, оно переликалось, в общем, есть способ проводить аналогию между этими событиями. Мое мнение, что все-таки они разные, что в Майдане есть своя специфика. Не значит, что он такой особенный, да, вполне возможно, что, возможно, какая-то ситуация повторения Майдана. Но мне кажется, что все-таки вот арабская весна и даже движение Акупай, это движение очень сильно политизировано. И вот для меня это очень важный момент, что Акупай это такие левые политизированные движения во многом, что арабская весна это антикоррупционная и антиавторитарное движение в арабском мире. А Майдан? Про Майдан этого нельзя сказать. Про Майдан этого нельзя сказать. И мне кажется, что вот эта длительность, о которой я пытался сказать, она очень важна именно тем, что там ничего не происходит, кроме вот используя слово, которое Дима, мне кажется, удачно, кроме праздника. Ну, это такой вот странный праздник, может быть, может казаться, но это момент праздности. И не случайно даже наша пропаганда говорила, что на Майдан вышли бездельники. Что они там делают? Нужно работать. А работа не управляет, должна быть приостановлена. Понимаете, нет такой работы, которая может мешать достоинству. Поэтому, если какая-то работа мешает, а вот эта длительность Майдана это формирование вот этих всех новых, новых прежних слов, слова прежние, а ценности за ними стоят новые. И действительно, вот эта приостановка работы, выход людей, которые как художники на Майдане очень важную роль играли, векторы, в общем, мы чуть-чуть этого коснулись. у нас был свой небольшой окупай, окупай-абай, кое-что, ну, это совсем чуть-чуть. Мы даже не представляем именно того энтузиазма, который был там. Мы в стороне от этого оказались. Единственное, что мы могли, это включать в онлайн-ТВ и смотреть за тем, как ничего не происходит. Просто быть сопричастным через это видеоизображение, хотя бы, заразиться. Это эффект заражения. Ты получал бациллу оттуда и больше ничего. Бациллу этого энтузиазма, который выражался в полном стоянии, в ничего не делании, в жизни, которая проходила параллельно по законам, которые государством не регулируются. Вот для меня это, в принципе, это различие. Я буквально два слова в следствии Олега Балансанова. Мне кажется, что все-таки можно различать действительно то, что называется некое исторические события, а некую материю, вещество, в котором все происходит. И наш язык описания, каким мы это описываем, причем беря для этого языки прошлого, которые взяты из других историй. И мы пытаемся каким-то образом привести сюда. Даже революция – это тоже некого рода имя собственное, а которое странным образом мы пытаемся дать ему второе имя, революция Майдана, как будто бы это одна и та же революция, как будто бы она все время одна и та же, или это другая революция. Что революция как будто бы, мы начинаем думать, как будто бы есть какая-то вообще революция. Ну, мы так полагаем. Само мир уже заставляет настать. Думайте, что есть некая революция. Ну, я просто предъясняю, какая будет некоторое доверие к словам, к языку, которые привычно располагаются в некотором уже некой известной экономической перспективе, позволяя им создать свои средства. И, может быть, для политологов, для кого-то это, может быть, для историков, может, действительно, единственный способ вообще подходить к тому, что происходит. Наверное, так и нельзя иначе. Но, действительно, то, что важно с точки зрения некоторой эссенциальной плоскости, эссенциального плана, того, что с нами реально происходит, я думаю, что действительно Майдан как-нибудь в смысле не было исключительно. на другие события, я смотрю, за все это правда, не похоже, в том смысле, мне кажется, на арабскую весну, и на другие события, которые можно было бы поместить рядом по каким-то формальным показателям, по формальному описанию, опять же. Но там действительно, на мой взгляд, произошло некое странное событие, которое мы не можем до конца описать. Впрочем, оно не до конца весну. И это подволит к нас довольно странному вопросу. А что мы вообще хотим? Вот в комнате, помните эта самая знаменитая лаборатория у Андрея Тарковского о фильме Сталкер, где персонажи сидят в пустой комнате. вот сукино говоря, эти некого рода тоже праздники. Они тоже праздники. Они 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 а они они я они 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 Это, конечно же, уже выход по ту сторону любой классической традиции, в том числе той самой, которая является в Кристианской Французской Долгой. То есть это мораль другого типа, с которой мы, на самом деле, ее здесь открывали. Во-первых, здесь уже говорилось о том, что ситуация развивалась, что она менялась, все время менялась. И если, когда мы говорим о Майдане, с точки зрения историка, надо прежде всего говорить, конечно, о том, как эта ситуация менялась. И как она менялась, как она сначала была похожа на одно, потому что первые сборища были чрезвычайно похожи даже на то, что мы, например, переживали, допустим, зимой 2011-2012 года. Это потом начали происходить, здесь уже об этом говорили, и был каравальный элемент, конечно же. Но потом, и это очень хорошо, кстати, показывает теперь Лозвиц, о котором мы, я думаю, тут все время, так сказать, вспоминаем его. Потому что если есть документальность, то какая-то Майдана, то она именно сделана им. И он показывает, и это, мне кажется, чрезвычайно важная вещь, как вот этот вот, ну, если хотите сказать, начальный окупай, например, или карнавальность, вот это вот начальное, какой-то праздник, как он перерастает в нечто совершенно другое, что действительно дает в этом смысле некоторую надежду с точки зрения историка, как люди, и вот я повторяю, Лозвиц показывает это очень хорошо, как люди начинают не праздновать, не стоять, Олег, тут вот я хочу сказать, не стоять без дела. Как они начинают там работать, как возникает там работа и деятельность, благодаря которой, на самом деле, этот Майдан и выстоял. Как там все работают. Вот эта Лозвиц показывает очень внимательно, даже надоедливо, потому что фильм идет два с половиной часа. Как происходит самоорганизация, причем самых разных, самых разных структур, самые разные люди, абсолютно не карнавальные, действительно из разных социум, действительно и когда, и наконец наступает кризис, и наконец наступает страшный момент, в котором никакой карнавальности уже совсем нет. Когда вперед выдвигаются те силы, которых мы, в общем, мужики, такие, так сказать, готовые на все, с мрачным видом, который потом уже подключаются, так сказать, другие люди, когда вот в эти несколько, так сказать, в эти две ночи, когда совершенно непонятно, куда это вообще все качнется. И совсем маленькая группка людей, которые там стоят фактически в последнюю ночь, когда совершенно непонятно, их сметут сейчас, не сметут сейчас, когда бегут оттуда люди. Вот это все, и потом все-таки, так сказать, каким-то образом пересиливается момент, потому что власть очень слаба и совсем уже ничего не может. И вот я считаю, что вот эта вот такая картинка длинная, такого изменения, такого действительно, мне кажется, что достоинства, ну, безусловно, есть, но это слишком, может быть, мало, если говорить об этом явлении. И оно состоит из самых, и тот говорит, что это не политическое. Конечно, политическое. Конечно, это политическое. А что значит не политическое? Что значит это достоинство? Оно было возможно без того, чтобы не изменить к чертовой матери эту власть. А это значит политическое. Поэтому, я повторяю, это был сложный процесс. Он был меняющийся. Он мог совершенно кончиться в какой-то момент абсолютно не тем, чем он кончился. Но вот тут правильно сказали, правильно тут уже, так сказать, говорилось, что возникли разные возможности на этом Майдане, которые мы увидели. И вот самоорганизации, которые продолжаются, и все. Но сейчас мы должны сказать о некоторых действительно трагических вещах, вот просто чтобы кончить, потому что этот эксперимент их и эта возможность, которая еще существует, тем не менее, подтвердается невероятно тяжкому испытанию, очень страшно. И выдержали ли это испытание теперь эти силы? Найдутся ли там, так сказать, те силы самоорганизации, которые себя проявили на Майдане? И в каком виде они выступят сейчас? И это вот, на самом деле, чрезвычайно важный вопрос. И я думаю, что довольно символично, что мы тут в эти дни это устраиваем, потому что там опять все страшно загорелось. И совершенно непонятно, непонятен и политический, и общественный, и социальный исход всей этой ситуации. Спасибо. Очень благодарю Ирину за ее отрезвляющие слова. Действительно, мы находимся в настоящем времени, и оно вносит, конечно, очень много коллектив в наше восприятие еще недавних событий. Если бы хотелось бы меня уточнить, нет у нас шанса, к сожалению, сегодня соединиться с Германией, но будут ли какие-то еще комментарии? И будут ли комментарии? К сожалению, пророчество одного, в школе вспомните его фамилию, французского писателя, сервисового происхождения. Испылось, он напророчил, что в Украине ждет югославская история, раскол, война. Но в свете того, что было сказано, что Украина стала, ну, где-то, ну, посередине, да, посередине, дай бог, что в золотой, между западным миром и нашим восточным, и в свете этого хотелось бы задать вопрос, можно ли вот эту революцию, да, вот Майдан, сравнивать с парковной революцией Чехии, вот раньше для нас примером демократии, так вот, парковной революцией, солидарность, углодаемая Олег Валенцей. Вот как бы на восток пошла, да, вот эта волна захватила она, и есть ли, вот есть ли такая надежда, да, конечно, хочется надеть, чтобы в Украине все состоялось, как хотят этого, жители Майдана. И есть ли те, где прицелит у нас такая надежда, я ко всем обращаюсь, вот в том числе и к Анатолию Леонидовичу, а Путину и Ире, да, Держин, есть ли такая, может быть ли такая надежда, что эта волна захватит еще более восточное наше пространство? А нам всех нет. Кстати, может быть, оставить этот вопрос открытым? Может быть, это и будет наша надежда? То, что мы не можем пока стать определенным, окончательно. Вы знаете, мы уже давно заседаем, как говорится, и, может быть, уже нужно сменить способ общения на менее формальный. Мы приглашаем тех, кто выстоял с нами, высидел, присоединиться к бокалу вина. Спасибо вам большое. Я перед тем, как мы разойдемся, вы знаете, я все же хотела бы лично высказать свою признательность людям, которые нам помогали организовать сегодняшний вечер. Это Наталья Петрова, это, конечно, Ирина Щербакова, Антон Дубин, который помогал на разных этапах и очень нас поддержал в этом, и Мария Крама, которая фактически организовала, то есть фактически, ну как сказать, взяла на себя инвестию, устроить, победила в том, что это ваше интересное. Спасибо вам всем, кто пришел. Спасибо за участие. Спасибо.